Праздник под названием жаворонки отметили в эти выходные в Краснодаре. В старину в народе говорили, жаворонок небо пашет, а значит с возвращением этих весенних птиц можно начинать полевые работы. Появилась поверье из-за особенного полета этих птиц. Сначала они взмывают вверх, а потом резко падают вниз, словно вспахивают землю. Как сегодня современный мир встречает весну, узнала Мария Столлер. Жавороночки прилетите, землю матушку пробудите. Веселыми закличками и громким свистом встречали весну в парке Солнечный остров. Отвечали за праздничное настроение краснодарцев в выходной день фольклорные коллективы Пашковского дома культуры, казачьи классы краснодарских школ и участники мастерской народных ремесел «Светлица» Старокорсунского дома культуры. Ира Уткина уже два года с подругами занимается в этом кружке. Ребят знакомят с традиционной русской вышивкой, вязанием, резьбой по дереву и прочими народными ремеслами. На праздник девочки привезли своего тряпичного жаворонка и поделились секретами его изготовления. Берется любая тряпочка, красивая, главное, чтобы она была цветная, какой ты хочешь цвет. Потом брали мы вату, ложили, делали головку, завязывали, делали туловище, делали крылышки, хвостик. И потом выходили на улицу и призывали всех жаворонков. Если солнце сейчас светит, это мы зазывали всех. Птичек поднимали и говорили, приди солнце, принеси красную весну. Вместе с Ирой позвать весеннее солнышко и долгожданное тепло собралось немало желающих. Сонную весну красну будили не только громкими песнями и хороводами, но и традиционными народными играми. Оказывается, знакомым многим с детства ручеек имеет символическое значение, связанное с таянием снега и бегущими повсюду весенними ручьями. Конечно, главным атрибутом праздника жаворонки стала традиционная лепка крылатых вестников весны из пресного теста. Каждый краснодарец в этот день смог почувствовать себя кулинаром. В итоге без булочки собственного приготовления домой никто не ушел. Праздник чисто детский. Во время Великого поста не петь, не танцевать было нельзя. А именно сегодня разрешалось и веселиться, и кликать, звать весну, петь за клички. В этот день пекли жаворонков из теста, поднимали высоко, чем ближе к небу, тем лучше. И звали весну, будили ее. Что сегодня мы и сделали. И вот наши дети, как я говорю, постарались за весь город. То есть позвали весну для всего города. И теперь мы точно знаем, что уже зимы не будет. После танцев и хороводов ребята взяли цветные мелки и отобразили на асфальте по-настоящему весеннюю погоду с ясным небом и ярким солнцем.